Добрый вечер всем еще раз. У нас здесь стартует курс по криптографии и сегодня как раз нулевая вводная лекция. Меня зовут Дмитрий, я не занимаюсь криптографией профессионально, я инженер системотехник, занимаюсь разработкой железа и софта на самом нижнем уровне, всякое встроенное ПО. И мне приходится с этим дело иметь. То есть я работаю, скажем, с банковской техникой, где шифруется каждый чих. И я работаю с криптографией не на уровне, там, давайте возьмем готовую библиотечку и подключим, а на уровне. Давайте возьмем регистр, запишем в нем вот эти байты. Значит, курс организован каким образом? Сначала будет блок теоретических лекций, 7 или 8, как уложимся штук, в которых я расскажу основные принципы, на чем криптография строится, симметричные, симметричные, цифровые подписи и так далее. В анонсе есть приблизительное расписание этого всего. А затем пойдет блок лекций уже про какие-то практические реализации, где мы с вами на примерах из жизни будем рассматривать, для чего же все это применяется и как оно улучшает мир. Давайте я немножко откалибрую уровень аудитории. Скажите, кто из вас умеет программировать? Неважно на чем. Отлично. Кто из вас знает, чем симметричное шифрование отличается от асимметричного? Что такое хэш-функция? Кто знает? Все те же. Что такое дискретный логарифм? Знаете? Ладно. Я до этого дойду, я просто коротко расскажу. Конечно. Да, что-то слышали. Хорошо. Я сразу говорю, что никаких знаний высшей математики вам не потребуется. Если мы дойдем до чего-то, что вы слышите первый раз, я просто на пальцах объясню, что это такое. И будем работать дальше. Так. Кто из вас использует пароли длиннее 10 символов? О-о-о. Хорошо. Примерно понятно. Так. Сегодня я расскажу про историю криптографии и коротко о том, что это вообще такое и для чего оно нужно. Ну, как вы думаете, когда криптография появилась? Ну, разве это будет? Да. Ну, хорошо. Скажем так. До нашей эры или после? До. До. А сильно ли до? Ну, примерно тогда же, когда и письма. Да. То есть, прочти сразу после того, как человек научился писать, он подумал, что хорошо бы сделать так, чтобы те, кому надо, это прочли, а те, кому не надо, не прочли. Поэтому первые сообщения о скрытии текстов относятся вот к самым первым письменным источникам. Это Египет, Месопотамия и Древняя Индия. Вот. Тогда не было никакого научного подхода, вообще никакого системного подхода к криптографии. Это было своего рода искусство. Ну, похоже, наверное, на составление каких-нибудь ребусов или шарат. То есть, каждый выдумывал что-то, что, по его мнению, затруднит понимание текста непосвященным. Например, придумал какой-то свой язык с замены слов, выкидывал лишние буквы, делал какие-то износказания и так далее. То есть, местами мы даже не можем понять, то ли это действительно была криптография, то ли мы просто недостаточно хорошо понимаем язык древних. Вот. Но, однако, есть вполне определенные тексты, где говорится, если вы не хотите, чтобы вас прочитали враги, делайте так-то и так-то. Это относится вот примерно к 4000 лет до нашей эры. Какие-то более-менее достоянные описания криптопротоколов относятся к античности Древней Греции и Рима. То есть, примерно с 4 века до нашей эры полководец Иней применял различные шифры, которые названы в честь, собственно, иная книжно-шифрованная, линейка иная и так далее. Но, например, линейка представляла собой линейку с буквами, на которой наматывался шнурок. И напротив тех букв, которые есть в сообщении, на шнурке завязывались узелки. После того, как нитку сматывали со шнурка, она становилась зашифрованным сообщением, и без вот этой линейки прочитать было невозможно. Ну, узелки на ниточке и все. А на приемном конце ее наматывали на такую же линейку, в том же порядке, и узелки показывали сообщение. К второму веку до нашей эры относится, например, квадрат по Либии. Это система передачи военных сообщений. Ну, прежде всего, система кодирования, например, как с помощью световых, каких-нибудь звуковых сигналов передавать тексты. Составлялся вот такой квадрат 5 на 5, в который вписывался алфавит. И если мы, например, хотим закодировать букву, не знаю, сигма, то сначала мы показываем три факела зажженных, если это ночью, потом четыре. И на другой стороне есть такая же таблица, где можно посмотреть, ага, мы передали эту букву, затем передать следующую и так далее. И если расположить буквы в квадрате не по порядку, а каким-то известным образом, но неизвестным, в рабу, то это получается самый настоящий шифр. Каждая буква кодируется системой сигналов, но никто не знает как. Затем, ну, наверное, все слышали шифр Цезаря, названный в честь того самого Гай Юлия Цезаря. Он, ну, скорее всего, не сам его придумал, но широко использовал в военном деле и так далее. Шифр, на самом деле, очень простой по нынешним временам. И заключался в том, что просто алфавит сдвигался на несколько символов по кругу, в данном случае вот на три. И если мы хотим закодировать букву Б, то мы в сообщении пишем Е и так далее. На приемном конце для дешифровки нужно было просто сдвинуть алфавит обратно. И ключом к такому шифру как раз являлся вот этот задвиг. Насколько букв мы сдвигаем алфавит. Ну, кто-нибудь сходу может сказать, как это взломать? Проверить все ключи? Да, совершенно самый простой способ — это тупой перебор. Потому что вариантов всего 26 для английского алфавита, 25 даже. И это можно сделать на бумажке за полчаса. Но если не знать, что именно и как сдвигалось, это уже сложнее. Но в принципе можно догадаться было. Для Цезаря, наверное, хватало. В средние века шифры совершенствуются. Во-первых, разнообразные шифры перестановки. Где по какому-то заранее известному правилу, который служит ключом, буквы в сообщении перестанавливаются. Либо буквы, либо сами части сообщения, слова и так далее. Причем достаточно хитрым образом. Одноалфавитные шифры замены. Что это такое? Ну, вот шифры Цезаря — это пример, когда по какому-то одному коду малалфавиту каждому символу открытого текста соответствует другой символ шифротекста. При этом можно взять, например, не обязательно тот же алфавит, на котором открытый текст. То есть можно с греческого перейти на латынь, с латыни на еще какие-нибудь письмена. И это выглядит запутанно и непонятно. То есть мало того, что враг перехватил текст на чужом языке, он еще и не читается. На самом деле шифр тоже простой, как и Цезарь, но чуть посложнее. Вот как такая штука взламывается? Если у нас есть таблица, где каждой буквой соответствует какая-то другая буква. Частотный анализ. Да, чистотный анализ, совершенно верно. Мы просто считаем, какая буква в языке встречается чаще всего. Для русского это буква А. Общие сочетания букв еще лучше. Да, ну хорошо. Вот первый этап, мы смотрим, какая буква чаще всего, и какой символ в шифротексте чаще всего. Ну и говорим, что, наверное, это одно и то же. Потом смотрим вторая по частоте и так далее. Да, можно смотреть частоты двухбуквенных сочетаний, там, трех, какие-нибудь характерные слова на двухбуквенной предлоге и так далее. Это все позволяет довольно быстро при наличии некоторого объема перехваченного текста это расшифровать. Для борьбы с частотным анализом тогда же в средние века придумали амфонические замены. Когда в кодовой таблице для самых частых символов не одна замена, а несколько. Ну, например, для буквы А три разных символа. И шифровальщик выбирает их случайным образом. Вот корреспондент знает, что все А три означают букву А, но для частотного анализа это не очевидно. Поэтому размывается вот эта частота символов и становится эти шифры сложнее. Со средних веков как раз получает развитие криптографии в арабских странах. Собственно, слова шифр и алгоритм как раз оттуда. И, например, в 9 веке нашей эры Алькинди написал манускрипт о раскрытии тайных сообщений. Ну, современным языком это методика дешифровки криптоанализа. Где он как раз описал частотный анализ, где он описал атаку по открытому тексту, когда мы знаем кусок сообщения, ну или предполагаем, ну, например, если это арабские страны, то текст начинается, скорее всего, со слов «во имя Аллаха» или что-нибудь подобное. И уже по этому куску можно неплохую часть ключа восстановить. Это называется атака по открытому тексту. Или если перехвачено сообщение и соответствующий ему шифротекст, то можно восстановить ключ и читать все остальные сообщения. То же самое. В эпоху Возрождения все усложняется еще. Ну, понятно, что история, она примерно линейна, без каких-то особых провалов и, наоборот, резких подъемов. Идет почти до 20 века. Просто я вот такие основные этапы обозначу. Одноалфавитные шифры развиваются до биграммных и триграммных. Это когда заменяется не одиночный символ, а группа из двух и трех. Это дает гораздо больше комбинаций и затрудняет частотный анализ на порядке. То есть для того же английского языка алфавит будет состоять не из 26 символов, а из 26 в квадрате, если заменять в себе граммы. Полиалфавитные шифры. Когда каждой букве, каждому символу соответствует свой алфавит замены. Для первого символа он один, для второго другой и так далее. В этом случае тоже частотный анализ идет лесом, потому что один и тот же символ кодируется разными символами шифра. К этому же времени относятся уже первые профессиональные криптографы. Если раньше этим занимались какие-нибудь ученые в свободное время, политики и военные просто по роду деятельности им положено, то, например, в 1452 году в Венеции появляется организация, которая работает только по криптографии. Она изучает чужие шифры и разрабатывает свои, и потом продает их за денежку. 1550 год, Джарлама Кардана, известный еще кучей всяких других изобретений, Рассказы пишет про вот такой способ шифровки, решетка Кардана, когда решетка накладывается на бумагу и в клеточках пишется текст. Затем решетка поворачивается, так что уже написанные символы скрываются, в окошках открывается пустая часть листа, записывается еще продолжение текста и так далее. После четырех поворотов весь квадрат оказывается заполнен символами, и восстановить текст, не имея такой решетки, очень сложно. Это шифры перестановки, причем с довольно неплохим числом комбинации. Таких решеток можно строго почитать, но, по-моему, там будет несколько миллиардов. До того времени очень неплохо, поскольку компьютеров не было, вручную это сломать довольно сложно. 1585 год, шифры Виженера. По разным источникам изобрел его не Виженер, но назвали его именем. Это полиалфавитный шифр, в котором ключом служит какое-то слово или фраза. Как это работает? Мы записываем наш открытый текст, под ним записываем ключ, в данном случае слово «кочерга». Повторяем его много раз, пока не будет столько же символов. Затем каждый символ мы кодируем шифром Цезаря, а ключом является соответствующий символ ключевого слова. Например, первый символ мы сдвигаем на 10 позиций в алфавите, второй — на 14, третий — на 2 и так далее. Таким образом, у нас получается не один шифр-алфавит, а столько, сколько символов в ключе. Если ключ взять достаточно длинным, то взломать это довольно сложно. Но тоже невозможно. Кто-нибудь знает, как это ломается? Ну, допустим, мы знаем длину ключа. Допустим, мы знаем, что вот это. Тогда его надо разбить, ну, как бы, на глупую. Да, совершенно верно. Тогда мы берем, если у нас ключ, допустим, длиной 10 символов, мы разбиваем сообщение на куски по 10, и берем все первые буквы из каждой группы, они все кодированы одним алфавитом, их в одну кучу. Затем все вторые буквы — это другая куча, и так далее. А после этого каждую кучу дешифруем уже, собственно, так же, как и шифры создали. Потом обратно собираем, получаем текст. Вот. Ну, а длину ключа, опять же, можно подобрать. Не так уж сложно, если он не очень длинный. Для решетки кардана нарисованного размера там получается 22-й вариант. О, это да, это даже не миллиард, это... Это 10 в 21. 10 в 20. Ну, прилично. Это с учетом того, что она при поворотах не накладывается сама на себя. Ну да, и с каждой... С каждого квадрата, да. Верно. А вообще, вот, несмотря на такое громадное число вариантов, какие шифры все-таки надежнее, на ваш взгляд? Перестановочные или шифры замены? И почему? Какой-нибудь есть соображение? Замены почему? Больше вариаций? Нет, вариация есть только от длины ключа. Мы можем взять эту решетку размером 1000 на 1000. Будет очень много вариантов. Ну, интуитивно, да, кажется, что шифры замены более надежные. Почему? Потому что шифры перестановки, он несет в себе часть информации открытого текста. Если мы знаем примерно, о чем сообщение, то мы можем догадаться, какой из вариантов используем. Ну, например, если мы там, условно говоря, кодируем, не знаю, телеграмму «Нападай» или «Обороняйся», вот, ее перехватывает враг, он знает, что у нас примерно вот эти варианты. И по набору букв, как мы их не переставляем, он поймет, какой из этих вариантов есть. Если мы передаем случайный текст, то да, это не играет роли, но мы передаем вполне осмысленные какие-то вещи, там есть избыточность в языке. И шифрозамена, он стирает всю эту лишнюю информацию, закрывает ее. Шифр перестановки нет. Так. Вот такие системы использовались. Шифр Вижн считался невскрываемым почти до 19 века. и применялся вполне в военном деле и так далее. В 1830-е годы появление телеграфа дало, опять же, резкий скачок. Дальше уже история криптографии развивается вот такими резкими подъемами. До этого все было более-менее плавно. Вот теперь телеграф. Почему с открытием, с изобретением телеграфа так стало важно шифровать? Да, потому что канал открытый, его может перехватить кто угодно, если там сообщение на бумаге несет гонец, ему можно оружие в конце концов дать, то телеграф — это тысяча километров провода, к нему можно подползти с любой стороны и послушать, что там передается. Поэтому все шифруется. В это же время появляются уже первые гражданские шифры. Если до этого были в основном военные, государственные, дипломатические, а какие-нибудь там торговые гильдии занимались, опять же, разработкой шифров для внутреннего использования, то сейчас уже опубликовано несколько стандартов, которыми рекомендуется пользоваться уже гражданским для работы с телеграфом. 1863 год Фридрих Кассийский как раз опубликовал метод вскрытия шифра виженера. Вот он как раз основан на двух вещах. Во-первых, нужно определить период ключа путем подсчета частоты часто повторяющихся в зачитании буф. Если у нас, допустим, какая-то последовательность буф встречается раз, не знаю, в 10 символов, то длина ключа, скорее всего, кратна этим 10. А после того, как мы определили длину ключа, можно, как я уже сказал, разбить текст на группы и применить частотный анализ. В 1883 год Киргофс публикует труд «Военной криптографии», где, в общем-то, ничего нового он не рассказывает, он просто все сведения о применении шифров в военном деле сводит воедино и дает какие-то выводы. Вот чем эта книжка для нас сейчас важна? Тем, что там он впервые вспомнил вот эти шесть принципов. Я их не буду все зачитывать. Часть из них, они чисто практические, что шифры должны работать с телеграфом, система должна легко обслуживаться одним человеком и так далее. Но вот второй, он выделен жирным. Принципиально важно. Система не должна требовать сохранения своего алгоритма в тайне. То есть тайным должен быть только ключ шифрования, а строить секретность на том, что враг не знает алгоритма, мы не имеем права. Вот эта штука сейчас применяется в криптографии повсеместно, она носит название «Принцип Киргофса». И считается, что закрытая криптосистема как раз не дает дополнительных преимуществ, а наоборот вредна. Ну, например, если вы хотите купить замок на дверь, вот идете в магазин, и там продается два замка. На одном написано, что он суперсекретный, никто не знает как, но мы обеспечили высокую надежность, у нас там 100 миллиардов вариаций ключа и всякие патентованные решения. И он продается в закрытой коробочке. А на втором написано, этот замок там основан на вот таких-таких-то патентах, вот так-то он устроен, вот поэтому-поэтому-поэтому его сложно взломать. И у него открытая коробочка, и рядом нарисован чертеж. Как вы думаете, какой за замок целесообразнее купить? Понятно. Да. Второй. Потому что закрытая архитектура первого замка вам ничего не даст. Вор, который захочет пробраться в квартиру, он точно так же купит этот замок, распилит его ножовкой, и всю структуру узнает. Секретом должен быть только ключ, который есть в единственном экземпляре у вас. И строить безопасность системы на том, что враг не знает, как она работает, нельзя. Вот дальше будут примеры, собственно, на практике, как даже не зная устройство системы, ее умудрить взломать. Первая мировая война. Ну, к тому времени криптография используется повсеместно, для сообщений по телеграфу, для всех сообщений внутри армии. Шифр виженера является уже нестойким, поэтому это имеет более сложную систему. Это всякие кодовые таблицы, зачастую огромного размера, где каждое слово, например, кодируется каким-то другим словом. Разные кодовые книги, довольно хитрые вещи, где тоже по таблицам нужно каждому символу сопоставить, какой-то другой, потом их перемешать, потом еще какую-то замену произвести. В общем, протоколы усложняются, причем, опять же, нет еще какой-либо научной системы, которая доказывает, что да, вот эта штука стойкая, а да, вот эта выглядит круто, но не стойкая. То есть это делается скорее интуитивно. Криптографии, математики еще вплотную не изменились к тому времени. В 1917 году появляется шифр Вернама. Что это такое? Это очень похоже на шифр Виженера, но с той лишь разницей, что длина ключа равна длине открытого текста. Ну и он основан на двоичных кодах, в данном случае 5-битный телеграфный код, который в то время использовался. Алгоритм очень простой. Мы записываем открытый текст в двоичном виде, под ним записываем ключ, который должен быть такой же длины, а затем каждые два бита применяем к ним операцию, исключающую или. То есть на выходе будет единица, если один из битов единица, второй ноль. И на выходе будет ноль, если биты одинаковые. Таким образом, получается другая последовательность символов. Ее можно также передать по телеграфу. И вот эта штука является абсолютно 100% не вскрываемым алгоритмом. При двух условиях. Во-первых, ключ должен быть длиной с открытый текст и не использоваться повторно. Поэтому так называются одноразовые блокноты. То есть ключи издавались в виде вот таких книжечек. Тот, кто посылал сообщение, использовал одну страницу, после этого вырывал и сжигал в печке. Для следующего сообщения он должен использовать следующую страницу. Ну и расшифровывались также по тому же принципу. И второй ключ должен быть абсолютно случайным. То есть его можно получить, не знаю, с помощью подбрасывания монетки, кубика, чего угодно. Главное, что не писать его по какому-то принципу. И в этом случае шифр является 100% не взламыванием. Потому что любая из шифротекста можно при нужном подборе ключа получить любой открытый текст той же длины. И никакой информации это не несет. Дальше будет строго доказано. Вторая мировая война. Здесь уже шифры становятся настолько сложными, что выполнять все эти операции по таблице руками долго и чревато ошибками. Поэтому применяются электромеханические шифровальные машины. Вот эту машину, наверное, многие узнали слева. Это «Энигма». Немецкий компьютер. Нет, это не компьютер, это шифровальная машинка, которая использовалась в Германии. Она была изобретена еще до войны, в гражданском варианте. Потом ее в течение... Почти каждый год немцы усовершенствовали. Она основана на том, что есть несколько роторов, в каждом из которых есть набор входных контактов, куча слубок, набор выходных контактов, и они внутри как-то хитро соединены между собой. Когда пользователь нажимает кнопку на клавиатуре, ток проходит через стопку этих роторов, в каждом из них, переходя с одной позиции на другую, разворачивается, идет обратно через те же роторы, но уже по другому пути, и зажигает одну из лампочек. То есть получается тоже полеоусловительный шифрозамена. А после опускания кнопки роторы поворачиваются. Причем первый поворачивается каждый символ, второй через каждые три, третий через семь, с взаимопростыми периодами. То есть комбинации роторов получается очень много. А ключом служит их начальное положение. То есть если мы на приемном конце выставим эти роторы так же, как предписано ключом, и будем нажимать на кнопки с шифротекстом, то вся эта система будет работать в обратном порядке, роторы будут крутиться синхронно с передающими, и на выходе будут зажигаться лампочки, которые уже показывают открытый текст. Звучит довольно круто, и союзники ломали эту штуку довольно долго. То есть сначала поляки этим занимались, у них ничего особо хорошего не получилось, несмотря на то, что разведка регулярно поставляла кодовые книги, несколько экземпляров машину удалось прям захватить живьем. Затем Польша отнесла все свои наработки британцам, сказали, ребят, помогайте. Британцы создали особо секретное подразделение, разместили его в Блэч-парке, набрали туда самых лучших доступных им математиков, криптографов, включая знаменитого Тьюринга, он тоже работал в этом проекте. И они начали работать над взломом немецких шифров. И вообще говоря, Энигму взломали. Например, на правой картинке показан компьютер под названием Бомба. К его созданию как раз Тьюринг приложил руку. Это электромеханическая машина, состоящая из большого количества таких же дисков, как и у Энигме, которые непрерывно крутились и подбирали коды. Туда вводился закрытый текст, а дальше вот эта машина эмулировала действия нескольких десятков параллельно работающих Энигм с разными ключами. И вот эта штука крутилась автоматически, пока не подбирала нужный ключ. После этого... Ну, обычно есть какие-то признаки осмысленности текста на выходе. Наблюдали ли они? Нет, там... Либо вначале передавался какой-то условный код. То есть у немцев был строгий протокол, как вообще писать шифровки. То есть они не просто писали текст, вначале там передавались... Вначале они просто слали ключи открытым текстом. Когда союзники это поняли, они отказались от этой практики, стали ключи заранее рассылать и менять их с какой-то периодичностью. Но в открытом тексте были заранее предсказуемые участки. Условно говоря, приветствие и завершение. Например, где в каком-то известном формате писалось от кого, кому шифровка и так далее. То есть вот каким-то таким признаком по частотному анализу, я думаю, тоже можно, потому что шифротекст имеет случайное распределение, а смысленный текст уже в нем какие-то символы встречаются более часто. Так. Ну, это не самая крутая штука, которая была во время Второй мировой. Вот эта машина Лоренц. Если Энигма использовалась для каких-то тактических сообщений, то вот высшее командование пользовалось вот этой более сложной, более продвинутой машиной. Она уже ближе по устройству к современным потоковым шифрам. То есть там был генератор псевдослучайной последовательности с очень длинным периодом, который накладывался на открытый текст и затем передавался по телеграфу. Эту штуку смогли взломать только благодаря ошибке оператора. Однажды немецкий шифровальщик два раза передал два текста с небольшими изменениями, пользуясь одним и тем же ключом. Для Лоренца ключ тоже менялся, каждое сообщение новый. Но это не была абсолютно стойкая система по верному, потому что ключ генерировался по какому-то принципу. Но правда это пока не помогало сильно в дешифровке, потому что британцы ничего не знали ни про устройство этой машины, их захватить не удалось, ни про вообще какие-то принципы, которые там применялись. Пока однажды немцы не допустили ошибку и не передали два текста, закрытых одним и тем же ключом. В итоге британцы установили оба текста, установили большую часть вот этой шифрующей гаммы и поняли примерно, как эта машина работает. Вот как раз почему безопасность, основанная на закрытии алгоритма, не работает. Если кому-то не хватает места, проходите и вот садитесь сюда. Они не воспроизвели полностью устройство этой машины, они составили ее математическую модель и обнаружили, что, несмотря на то, что ключ повторяется с очень большим периодом, там есть подпоследовательности, которые имеют период меньше. Таким образом здорово собрать число вариантов, которые необходимы для перебора. А дальше дело техники. Был построен вот такой компьютер, уже полноценный электронный ламповый компьютер под названием «Колоссус». Здесь его, по-моему, современная реконструкция, потому что после войны их все уничтожили в целях сохранения секретности. Но вот по описаниям его воссоздали в музее. Это машина. Вот там на заднем плане видно устройство для перемотки ленты. Машина принимала шифротекст и начинала с бешеной скоростью перебирать все вот эти варианты положения шифрующих дисков, которые соответствовали некоторым закономерностям, установленным для периода повторения. И, в общем говоря, эта штука работала довольно успешно. А поверх всего этого был режим высшего уровня секретности, ультра. Это круче, чем топ-сикрет. Данные о расшифрованных сообщениях шли лично Черчиллю. И уже он решал, либо мы эту информацию используем, либо мы ее не используем, чтобы не давать немцам понять, что мы их шифры все-таки знаем. Это тоже такое. Если Британия и союзники вообще будут предпринимать какие-то действия, о которых они не могли предпринять, не зная вообще сообщений, то немцы очень быстро поймут, что их шифры читают, моментально сменят все алгоритмы, сделают еще более монструозную машину, и там годы труда пойдут на смарку. Поэтому принимались очень тяжелые решения, когда британцы, например, знали об атаке на город, но не эвакуировали жителей, потому что это раскрыло бы всю секретность. После Второй мировой и до сегодняшнего времени уже начинается то, что можно назвать современной криптографией. Отныне вся криптография электронная, потому что шифры становятся настолько сложными, что уже на механических машинах типа инигных им невозможно пользоваться. Появляются блочные шифры современного вида, когда шифруются не отдельные символы, не беграммы и так далее, а сразу блок символов, который преобразуется в другой блок такого же размера, в соответствии с ключом. Появляется симметричная криптография, собственно, самая, наверное, величайшая прорыв криптографии за всю ее историю. И наступает эпоха открытых стандартов. То есть не просто, что система не должна быть секретной, а что система должна быть общей, открытой и стандартной, чтобы все ей пользовались и каждый не выдумывал свой велосипед. 49-й год. Лут Шеннен публикует статью «Теория связи в секретных системах». Это можно назвать одним из первых трудов по именно математическим основам криптографии. То есть до этого криптографии занимались либо, ну, изначально вообще линомисты на начало Второй мировой войны, вот, потом математики, но очень многие работы были засекречены. Вот это первая несекретная работа по математике криптографии. И там как раз были выведены уже математически строго многие принципы, о которых я говорил. Ну, например, о том, что шифр верным и является стопроцентно надежным. Лут Шеннен это доказал математически. А в 60-е годы появляются алгоритмы на основе сети перестановки и замены. То есть те самые блочные, о которых я говорил. Когда сначала к символам текста применяется какая-то таблица замены довольно большая, затем они переставляются по известному закону. Затем еще раз следует замена, опять перестановка. Таких раундов много. В итоге получается так, что любой символ блока влияет на все остальные символы блок шифротекста. Таким образом вариантов решить это тупым перебором становится просто астрономическое количество. Это 2 в степени длина блока. Причем алгоритмы достаточно простые и на компьютерах реализуются очень просто и легко. 1976 год. Диффи и Хеллман публикуют работу об асимметричной криптографии. До этого ключ должен быть один и тот же и на передающем конце и на приемном. Вот здесь принципиально новая схема, когда сообщение шифруется одним ключом, а расшифровывается другим. То есть теперь сообщение можно передавать не обмениваясь ключами заранее. То есть не нужно какого-то надежного канала, чтобы передать ключи. Мы можем взять ключ, зашифровать им сообщение и все. После этого расшифровать этим же ключом не можем даже мы. Отправить корреспонденту, а он же вторым ключом, который никому не посылал, его будет расшифровать. Ну, точнее, на 1976 год не совсем это, потому что алгоритм Диффи Хеллмана он говорит о том, как двум сторонам договориться о неком секретном ключе для них двоих, при этом так, что все данные можно будет перехватывать, и перехватчик не может этот ключ вывести на основе полученных данных. В лекциях, посвященных асимметричным системам, я подробно это разберу. А вот в 1977 году уже Ривист, Шамир и Атлман публикуют работу по алгоритму EROSA. EROSA это, собственно, аббревиатура от их фамилий. Вот это уже полноценная асимметричная криптография, когда не нужно заранее обмениваться ключами, когда у каждого корреспондента есть пара ключей открытый и закрытый, открытый он сообщает всем, с тем, чтобы ему использовать ключ, ему можно написать кто угодно, а закрытым ключом он подменивался до этого момента какие-то стандарты алгоритмов шифрования были на уровне государства и они были полусекретными, потому что всем этим ведала секретная служба в Советском Союзе КГБ, в Америке КГБ и так далее, кто у них шифрами занимался но не важно в общем в 97 году внезапно является американским проектом открытый конкурс на новый криптографический стандарт до этого был стандарт ДЭС блочного шифра вот к тому моменту его признали слабым и нужен был новый и вместо того, чтобы напрягать свои секретные подразделения и придумывать что-то новое они объявили давайте мы проведем конкурс любой может участвовать предлагать свои алгоритмы и вот там был критерий отбора и победивший алгоритм теперь называется этими буквами АЕС Advanced Encryption Standard хотя на самом деле это название просто стандарта сам алгоритм немножко называется по-другому вот это симметричный шифр о нем я тоже буду говорить уже по следующей лекции вот с тех пор как раз и ну собственно все мы уже подошли к настоящему моменту к той криптографии какая она есть вот она основана на симметричных асимметричных шифрах на хэш-функциях про них я не сказал но скажу еще это однонаправленное преобразование когда мы можем из какого-то текста получить хэш а обратно не можем так и ну здесь еще наверное стоит написать строчку про квантовую криптографию но с этим все очень неоднозначно вот и про квантовую криптографию я рассказывать не буду потому что во-первых сам ее недостаточно хорошо понимаю а во-вторых она никоим образом не соотносится с криптографией классической это вообще отдельное направление вот можете про него потом прочитать но я ее затрагивать не буду итак давайте теперь просто в общих чертах что же такое криптография и чем она занимается и чем не занимается криптография это наука о том как обеспечивать четыре основные вещи во-первых конфиденциальность то есть скрытие сообщения от тех кто его почитать не должен во-вторых целостность данных мы должны быть уверены что наше сообщение не изменилось по дороге либо само либо там под действием тех кто его перехватил криптография решает задачи аутентификации то есть мы должны быть уверены что сообщением стал именно тот кто заявляет себя автором а не вражеский шпион который выдает себя за автором и невозможность отказа от авторства если мы видим сообщение кем-то подписанное то у этого кого-то уже не должно быть возможности отрицать что ребята это писал не я вот криптография тесно пересекается с информационной безопасностью но они не тождественны потому что информационная безопасность гораздо шире криптография занимается только алгоритмической частью это такая сферическая наука в вакууме вот если стороны там не знаю разглашают свои пароли направо-налево это уже не проблема криптографии если у нас шифровальная машина излучает помехи которые можно там поймать и по ним восстановить данные это тоже не проблема криптографии криптографии занимаются только математической частью хотя нужно быть готовым к тому что все это работает в реальном мире и сами алгоритмы вносятся изменения которые как раз препятствуют уже их взлому при помощи несовершенства материального мира криптоанализ это наука о расшифровке сообщений которым мы не знаем ключа говоря по простому языку это взлом целью криптоанализа может быть либо полное вскрытие шифра то есть когда мы находим уже непосредственно ключ либо местная дедукция когда мы восстанавливаем какие-то открытые тексты но не знаем ключа для всей системы в целом либо частичное вскрытие когда мы получаем какую-то информацию об открытом тексте мы не восстанавливаем его полностью мы не знаем ключ но мы допустим сокращаем пространство для вариантов перебора это тоже очень неплохо собственно вот систему лоренс так и вскрывали то есть по результатам криптоанализа не был найден ключ но была найдена уязвимость которая сокращала число вариантов перебора на несколько порядков то есть немцы думали что там будет стойкость что-то типа 2 в 160 вот а оказалось что порядка по-моему 2 в 20 и это можно вполне перебрать на ламповых компьютерах тех времен криптоанализ может проводиться либо по шифротексту это самый сложный случай когда кроме шифротекста ничего нет либо по паре открытых шифротекстов в этом случае нашей целью является достать ключ с тем чтобы расшифровать остальные сообщения тоже вполне ходовой случай мы перехватили одно сообщение и соответствующую ему шифровку задача вывести ключ который позволит расшифровать остальные по произвольному открытому тексту когда аналитик может сам генерировать тексты отправлять их на вход в шифрующий систему получать результат и исходя из этого уже устанавливать ключи такое применяется когда система доступна как какой-то некий черный ящик ну например это электронная банковская карточка там внутри процессор со шипными ключами вот мы можем подавать ему на вход разные сообщения смотреть как он их зашифрует и исходя из этого смотреть что там внутри здесь не упомянуты еще виды криптоанализа которые уже не относятся к математическим это например криптоанализ по побочным каналам я про него упоминал когда система что-то делает еще помимо шифрования ну например излучает звук свет электромагнитные волны не знаю там когда шифровальщики бумажки с ключами выкидывают в мусорку это тоже побочный канал и так называемый бандитский криптоанализ который действует на самое уязвимое звено это на пользователя его еще в шутку называют терморектальным не буду объяснить почему вот то есть ну криптоанализом он называется в кавычках потому что это уже не относится не к криптографии не в общем даже к информационной безопасности хотя против этого тоже некоторые меры могут быть предприняты на уровне алгоритмов да еще раз повторю вот принцип киргофса он о том что секретность системы должна содержаться только в ее ключе то есть чем меньше чем меньшая часть системы секретна тем лучше потому что ну там много следствий ну прежде всего если враг узнает систему то это ослабит ее стойкость это первый первое следствие нарушения в принципе киргофса опять же если какие-то ключи станут известны их можно легко сменить если станет зависимый алгоритм его поменять гораздо сложнее вот если нам надо тиражировать систему скажем вот на примере тех же замков из магазина если мы выпускаем тысячу разных замков мы можем сделать им тысячу разных ключей но мы не можем сделать каждый замок уникальным по внутреннему устройству поэтому любой кто такой замок купит и распилит сразу поймет как отпирать все остальные 999 штук вот нарушение этого принципа называется security through obscurity безопасность через неясность и несмотря на то что вот этот принцип известен уже давно середины века все равно регулярно на этом напарываются и продолжают напарываться то есть уже современные истории там за за последние десятилетия регулярно всплывают криптографические продукты которые закрытые которые объявляют что они очень надежны но когда становится известен алгоритм оказывается что там все очень плохо и никакой надежностью не пахнет вот из из таких примеров можно привести skype который очень долго вскрывал свои алгоритмы но там даже не столько в целях защиты от взлома сколько для того чтобы никто не выпустил свой клиент для работы с сетями skype было несколько очень громких взломов автосигнализаций которые тоже заявлялись как секретные и невзламываемые но когда аналитики расковыряли что там внутри оказалось что алгоритмы совершенно примитивные и их можно взломать при помощи ардуино и куска провода находясь от машины на расстоянии в 10 метров так что если у вас стоит выбор между открытой криптосистемой и закрытой выбирайте открытую в описании протоколов будут использоваться вот такие универсальные обозначения агентов это общепринятое в криптографии вообще потому что гораздо приятнее говорить Алиса отправляет сообщение Бобу чем там сторона А отправляет сообщение стороне Б при помощи ключа А и Т Б и Т получается такой учебник по математике от которого сразу уши вянут а тут все живо и хорошо сразу представляешь реальных людей но это не обязательно люди это вообще стороны это может быть человек, группа людей программа в конце концов вот главное что они участники протокола Элис и Боб просто по буквам А и Б это вот когда их двое если мало двух то добавляется Кэрол, Дэйв и так далее Ева традиционно это злоумышленник который подслушивает слово дэйв она может перехватывать все сообщения передаваемые по каналу но не может их изменять а вот Мэлори это обозначение для активного злоумышленника она может и перехватывать сообщения может их изменять отправлять обратно отправлять повторно и так далее то есть она полностью перехватывает весь трафик в некоторых алгоритмах используется тренд это некая третья сторона доверенный арбитр которому все доверяют и который используется например для удостоверения сертификатов и так далее когда будем говорить то есть все договорились что этими именами называют вот этих персонажей да это просто общепринятая нотация чтобы все друг друга понимали ну как в математике координаты традиционно обозначаются буквами кс-г-г-з так в криптографии стороны обозначаются вот этими именами я правда встречал совершенно дикие переводы книжек где это было нарушено на русском языке в общем не читайте такие книжки Алиса и Боба все никак иначе ни Маша ни Петя все что у нас со временем ну хорошо как раз час прошел и остается полчаса на разные каверзные вопросы что там ардуино в 10 метрах от машины с половиной каким образом через ардуино это можно сделать радиомодуль еще нужен это про киллок можете прочитать все время криптографии там кажется разбери будет проще чем с ардуино я не уверен что в то время было разбери но к вопросу зачем нам криптография если мы не шпион а криптография зачем криптография если мы не шпион ну да я думаю многие уже поняли в ходе лекции что криптография не обязательно это для того чтобы скрыть свои данные она еще решает кучу задач например чтобы удостовериться что люди которые вокруг вас не обманывают если вы заходите на сайт и у вас горит в углу зеленый замочек то ну в первом приближении это лучше чем если замочка нет потому что это говорит о том что система проверила цифровую подписи это действительно тот сайт который написан в заголовке хотя тоже с оговорками про это сказано вот если вы пользуетесь не знаю банковской системой то лучше если ваши данные будут ходить зашифрованным виде через интернет чем в открытом где их может перехватить кто угодно вот если вы пользуетесь электронной почтой то будет очень неприятно если от вашего имени напишет кто-нибудь там начиная от банального мама я попал в аварию срочно вышли денег до чего-нибудь еще более крутого вот если вы пользуетесь критографией хотя бы на том уровне который обеспечивает какой-нибудь джимейл то ваше сообщение будет подписано и может корреспонденту удостовериться что вы это вы и так далее ну и да ну вообще правильный вопрос что шпионы они повсюду ответ ну это немножко параноидально звучит даже не дело не в том что шпионы повсюду а в том что ну тут многие сразу говорят а хорошо да мы знаем что все можно взломать но кто будет взламывать конкретно меня кому я нужен это принцип неуловимого джо которого который неуловимый просто потому что его никто не ловит вот до недавнего времени этот принцип работал пока атаки были адресными все окей но сейчас все можно автоматизировать если обнаружена какая-то уязвимость то в криптосистеме то совершенно не важно вот лично вы этой системой пользуетесь или нет просто берется робот который сканирует весь интернет ищет все уязвимые сервера и сливает с них все пароли а потом уже будем разбираться то есть если вы этим пользуетесь ну вы попали вот при этом никого не заботится что это лично вы соответственно принцип неуловимого джо здесь уже больше не работает просто потому что могут проверить всех да 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 ваши данные украдут просто потому что могут украсть их у всех при появлении такой возможности а можно спросить а есть всякие сервисы ну заходишь и они предлагают или авторизоваться или авторизоваться с помощью джимейла фейсбука контакта если использовать вот эти вот разные предлагаемые социальные сети или почты то есть шанс что сервис может каким-нибудь образом украсть или сохранить информацию и с помощью этого сервиса тоже украдут нет как это реализовано авторизация на тех сайтах да не нужно думать что если вы заходите через джимейл то джимейл отсылает ваш пароль этому сервису или говорит нет там более сложная система сервис шлет запрос гуглу гугл в ответ присылает специальный шифрованный токен в котором который выдается определенному сайту вот тому который запрашивает его на определенного пользователя и на определенные действия вот сначала гугл запрашивает вас если вы уже авторизованы то все окей он сразу выдает токен тому сайту если нет он просит на своей страничке ввести свой гугловый пароль да этот пароль за пределы гугла не уходит а если все окей вы подтвердили что да я даю тому сайту право на авторизацию гугл ему высылает токен и этот токен потом каждый раз когда вы заходите на этот сайт он может предъявить гуглу и спросить вот эта штука валидная это вообще ток-пользователь кто-то ответит да а гугл собирает данные о пользователях которые сидят на всяких разных сайтах и регистрируются с помощью ну если вы были гугл вы стали собирать эти данные ну конечно ну все ну я не знаю что делать на самом деле я же могу много что ну давайте так действительно очень разумно рассуждать так если кто-то может сделать они ему выгодны то он сделает ну то есть он реально может сделать он же может просто отправить ключ и больше не принимать участиэм в слежке за пользователем а как вы это transitionalровать он не только может это делать он с гарантией это делает потому что эти данные можно конвентировать в деньги конечно а как мы silk за пользователем после этого ключа вот он дал ключ ну то есть То же самое, как, например, когда он звонит какой-то, говорит, знаешь, Петю, да, знаю, все. И отследить дальше невозможно, в принципе. И также Google может тоже дать ключи, все. Ну, Google еще кучу всякого другого использует. Он встраивает свой код на каждую страницу. Например, если сайт использует авторизацию Google, значит, каждый раз, когда вы туда заходите, вы запускаете скрипт, принадлежащий Google, который вам отрисовывает красивую кнопочку «Войти через Google», а Google посылает данные, что вы тогда-то зашли на такой-то сайт. Да, и что вы там делали? И что вы там делали, да. Мой вопрос. Я, конечно, понимаю, что наиболее защищенный алгоритм шахрования сейчас основан на том, что используются ключи 32 байт и вот такого размера. То есть исключительно за счет их длины обеспечивается огромное количество возможных вариантов. Да, ну, 100% надежный алгоритм использует ключ, длиной равной самому сообщению. То, что разумно использовать на практике, используют для симметричной криптографии ключи порядка 256 байт, для асимметричной 4К, где-то так сейчас. Для эллиптической там чуть поменьше, но это уже требует самого алгоритма. Асимметричная, это имеется в виду, что если какой-то сервер человек, сервер 4К вкладывает человек чуть-чуть? Нет. Асимметричная криптография, это когда шифруются одним ключом, а расшифровываются другим. Неважно, кто там сервер, кто человек. А как они соединяются ключи и антиключи? Они же должны как-то? Да, они генерятся парой, затем открытый ключ можно передать кому угодно, а закрытый остается у того, кто будет расшифровывать сообщение. Ну, они рандомно генерятся, они зависимы друг от друга, а потом сообщение кого-то, что они связаны или один зависит друг от друга? Нет, нет, они оба зависят от определенного числа, которое генерится рандомно, скажем так. Нет. Так вот, в связи с моим вопросом, вторая часть. Значит, к примеру, есть системы, которые, там, сети интернет-вещей, да, где у нас устройство передает на очень маленьких скоростях сообщение, достаточно короткие, там, например, по 512 бит. Соответственно, правильно ли, чтобы их со стопроцентной надежностью зашифровать, нужно, как минимум, двухкратную избыточность в эти сообщения закладывать? То есть, половина это... Да, я понял вопрос. Ну, во-первых, в аббревиатуре IoT буква S обозначает security. Такая шутка. В большинстве решений для интернет-вещей сейчас пока о безопасности вообще не думают. Но это так. Ладно, если задумываться, то для коротких сообщений нужно их дополнить хотя бы до размера блока. 256 бит — это вполне нормальный блок. То есть, 512 — это уже два блока. Их можно шифровать с каким-то шифром AS совершенно спокойно. Если сообщение меньше, его просто надо добить случайными данными до целого блока. Или хотя бы нулями. Ну, это чуть сложнее, чем я описал. Там добавляется еще контроль целостности и так далее. Да, вот еще хочу предупредить вот о чем. Если вы будете что-то делать, какую-то систему, и вам потребуется криптография, не изобретайте свои протоколы. Никогда. Пока вы не написали там десяток книг по фундаментальной криптографии, не занимайтесь изобретением готовых вещей. Это можно делать только в образовательных целях. Если что-то будет использоваться реально, берите готовые протоколы, потому что ошибки в криптографии не очевидны. Если вы пишете какой-то код и делаете в нем ошибку, то обычно сразу видите, он либо не работает вообще, либо работает не так, как задумывалось, вы находите ошибку и исправляете. Если вы пишете криптографическое приложение и делаете там ошибку, то вы ее не заметите. Все может работать так, как и задумано. Все шифруется, все расшифровывается, все ключи летают. Отлично. Но такая ошибка может дать резкое снижение стойкости. И вы это не заметите, пока снизу ломают. Поэтому криптография, у нее очень высокий порог входа для разработки чего-то своего. Поэтому, если вам нужно, берите готовые алгоритмы, берите готовые реализации в библиотеках. Огромное количество. Да, в них тоже могут быть ошибки, но их, вероятно, не найдут. Потому что этим библиотекам пользуются все. В поиске ошибок заинтересованы все. В поиске ошибок вашим алгоритмам заинтересован только вы. Не нужно думать, что если я не смог взломать, то не сможет никто. Поэтому не изобретайте велосипедов. Вот. К вопросу о передаче сообщений. То есть, если требуется передавать короткие сообщения в зашифрованном виде, значит, нужно найти какую-то готовую реализацию, которая это делает. Ну, мой вопрос был про избыточность. Ну, какая-то там избыточность будет. Да, сообщение дополняется до кратного размера. Туда встраиваются заголовки. Все это оборачивается в несколько слоев. Обычно в два. Первый слой это целостность проверяет, что сообщение не побилось, что его не подменили. А второй непосредственно шифрование, которое проверяется, что все закрыто. Почему они безопасны? Сами строительства, они... Ну, просто потому что относительно новое направление, там никто всерьез не занимался вопросом безопасности. Ну, когда появился интернет обычный, он прошел через те же самые детские болезни. То есть поначалу способы перехвата и злого сообщения были совершенно детскими. Вот, потом они все поправили. Сейчас интернет относительно безопасен. То есть можно поднять шифрованный канал, который перехватит, не знаю, максимум ЦРУ какой-нибудь. И то, если ему очень нужно. И можно, в принципе, пользоваться готовыми уже решениями и не беспокоиться достаточно. Достаточно в большой степени. А они доступны? Да, конечно. Или там у Никиты очень ладные? Нет. Или их нужно там сложно искать, договориться с авторами? Нет. Ну, я говорю, все хорошие программы для шифрования, они открытые. То есть стандарты. Во-первых, есть стандарты именно как описание протоколов. То есть это документ, по которому можно, выполнив в точности то, что там написано, вы получите систему, которая реализует именно защищенную какую-то фотографию. А там есть библиотеки для всех языков программирования. Есть библиотеки шифрования. Есть уже готовые программные продукты, которые шифруют. А почему, если они открытые методы взлома относительно медленно разрабатывают? Из-за высокой сложности? Ну, то есть, фактически, если человек хочет что-то взломать, он открывает алгоритм и ищет слабые места. Да. Ну, вот все алгоритмы, в которых находятся слабые места, признают неустойчивыми, вместо них разрабатывают новые. Это происходит, но это происходит нечасто. Да, во-первых, это сложно. То есть уже достиг тот порог сложности системы, да? Ну, достигнут тот порог сложности системы, когда она практически недоступна для анализа в лоб. То есть мы не можем взять и перебрать ее в состояние системы, чтобы понять, в каком из них проще ее взломать. Потому что таких состояний просто огромное количество. Ну, 2 в 256-й — это число, которое, если я вот начну писать на экране, оно не поместится. Ну да. Во Вселенной атомов сколько? Ну, машина может не писать. Ну, перебрать все вот эти варианты — нет. Вот, соответственно, одно дело, когда мы просто разово взламываем такой длинный ключ, это уже нереально. А другое дело, когда нам нужно проанализировать поведение системы, при всех возможных. Нет, ну, одно дело, когда мы пытаемся взломать, относимся к этому как к черному ящику, а другое дело, когда мы знаем, как это зашифровали, каким способом шифровали. Методы криптоанализа есть. Они тоже развиваются. Они развиваются не так быстро. И там еще проблема с ними, что методы криптоанализа как раз не являются открытыми. Может быть, прямо сейчас наша, ну, или не наша, американская разведка уже знает, как все эти шифры расшифровывать, просто она не палится. В истории были случаи, когда принимали в качестве стандарта какой-то шифр, вот, через десяток лет появлялись методы его анализа, вот, и как-то вот так удивительно оказывалось, что вот этот шифр к нему был устойчив. То есть там, скажем, из огромного множества, ну, скажем, с шифром ДЭС так было, его стандарт предложало американское правительство, при этом, ну, сама структура алгоритма, она основана на, в общем-то, уже всем известных на то время вещах, но там были разные тонкости, типа выбора блока перестановок, какие именно использовать блоки, какие именно там таблицы замены и так далее. Вот. Американские разведчики сказали, используйте вот такие, такие, такие блоки. Почему не сказали? Вот. А когда через десяток лет появился дифференциальный капитал-анализ, ДЭС, который теоретически позволяет эти штуки вскрывать, оказалось, что да, алгоритм ДЭС к нему устойчив. И выбрали именно те блоки, которые обеспечивают стойкость. Вот. Либо это просто совпадение, либо они что-то знали заранее, задолго до открытых источников. Ну да, и все это анализировать сложно. Для всех алгоритмов шифрования есть какие-то известные методы анализа, я буду про них говорить, примерно каждому случаю, но они не дают стопроцентного вскрытия, они дают просто какую-то часть информации. Если вам нужно перебрать 2D-56 ключей, это нереально. Это тепловая смерть Вселенной наступит раньше. Если вам посчастливилось узнать, не знаю, 100 бит информации о ключе, по каким-то там данным анализа, то у вас остается все равно 2,100 степени, это все равно нереально. И все равно тепловая смерть наступит раньше. То есть сделать, если у нас нету полного вскрытия системы, алгоритм, который обеспечивает ее сразу, полное вскрытие, то мы можем очень легко наращивать сложности. Если добавить 1 бит ключа, сложность вскрытия возрастет вдвое. И так далее. Таким образом, броня растет быстрее снаряды. Какой шанс, что те, кто сейчас работает на кладовом компьютерах, не ведет что-то? Или пока... Да, окей, я... Давайте так, я не буду касаться квантовой криптографии, вот с этого момента. Сейчас я отвечу на вопрос, но дальше я про нее не буду. Просто в двух словах. Квантовый компьютер позволяет выполнять сложную математическую функцию, на которой основана... Ну, на которой основана, например, алгоритм ИРСА, раскладывать числа на простые множители. Сейчас мы не умеем этого делать быстро, кроме как быстрее, чем перебором. Если мы знаем два числа, там, 5 и 3, мы можем их мгновенно перемножить, сказать, что произведение 15. Если у нас есть число 15, то мы не можем вот так же быстро сказать, какие у него простые множители. Мы должны их поперебирать. Ну, может быть, не полный перебор, но самый оптимальный алгоритм не сильно лучше. Вот. Там используется огромное простое число длиной в 4000 бит, которое нужно разложить на два простых множителя. Вот эти два простых множителя являются как раз ключом, и тот, кто их знает, очень может быстро расшифровать. А кто не знает, тот будет долго перебирать и умрет от старости раньше. Квантовый компьютер позволяет решать эту задачу быстро, но при условии, что у него число ячеек соответствует, по-моему, двойному числу разрядов вот этого числа. Самый продвинутый на данный момент квантовый компьютер, насколько мне известно, имеет 49 ячеек. Для вскрытия RSA нужно 4000. Вот. Я не знаю, насколько там будет прогресс идти. Может быть, кто-нибудь внезапно поймет, как быстро и дешево делать большие квантовые компьютеры. Но пока это такая махина, которая именно как лабораторная установка, она инструмент для научных исследований, а не для взлома криптографии. Спасибо.